Собственно, добрый вечер, глубоко уважаемые дамы и господа, зовут меня Платон Владимиров, я доцент, кандидат химических наук и последние 12 лет занимаюсь аналитической химией. Ну, собственно, что такое аналитическая химия, основные приборы, на которых выполняются измерения, где это применяется и как это работает, мы с вами узнаем на протяжении последующих получасов. Стараюсь не использовать каких-то специальных терминов в большом количестве, сделать это просто, доступно, и если возникнут какие-то вопросы, я, безусловно, на них отвечу. Если нужны будут термины, вы можете, собственно, поинтересоваться после лекции. Ну, для начала я бы хотел в качестве вводного слова сказать вам о том, что химия, ну, действительно, это жизнь, огромное количество применений, то, на чем вы сидите, то, во что вы одеты, и то, из чего состоит практически все это здание, да и что мы дышим, это все химия. Безусловно, за последние столетия аналитическая химия шагнула вперед, мы многое узнали о том, из чего состоят различные материалы и как их анализировать. Именно об этих методах я, собственно, поведу свой разговор. Ну, и первое, о чем я расскажу, самые простейшие спектральные методы. Ну, простейшие и кафурье все-таки не простейшие, ну, следующий слайд, ультрафиолетовая спектроскопия, это самое простое. У нас есть кювета с образцом, растворитель, в который добавляется микроколичество вещества. Есть источник излучения, есть фотоприемник. Излучение проходит через образец, часть его поглощается образцом, и мы получаем сигнал выходной. Это УФ, ультрафиолетовая часть спектра, это от 100 до 700 нанометров, и в зависимости от той либо иной длины волны мы можем варьировать селективность поглощения этим образцом той либо иной части спектра. Соответственно, чем больше вещества, тем больше излучение поглощается, тем больше сигнал мы видим и можем анализировать. Есть еще ультрафиолетовая спектроскопия флуоресценция. То есть, если мы в поглощении меряем просто образец, то в флуоресценции мы сначала на него светим, он сам начинает светиться, и именно это излучение мы, собственно, и будем измерять с вами в дальнейшем. В качестве аналогии, допустим, словами сложно разбудить человека, но если дать ему пинка, то он, скорее всего, проснется. Вот именно таким пинком будет являться возбуждающее излучение, после чего человек выразит свои эмоции после такого пробуждения. Ну и вот излучение в виде этих эмоций мы будем регистрировать. Следующий слайд. Применяется она, эта спектроскопия повсеместно. Если у нас стоит несколько диодов, которые излучают на различных длинных волн, мы с вами сможем построить довольно-таки забавный спектр и тем самым индифицировать ту либо другую смесь веществ. Ну, то есть, представьте, у нас есть индивидуальное вещество, оно поглощает на разных длинных волн по-разному. Мы строим кривулину, и эта кривулина будет индивидуально для этого вещества. На этом, собственно, построены практически все спектральные методы индификации веществ. Также мы сможем измерить концентрацию. Мы знаем, как это вещество поглощает на одной длине волны, и можем построить градуировочный график. То есть, зависимость от клика, поглощения, от непосредственно концентрации компонента в нашей кювете. И таким образом высчитать концентрацию неизвестной пробы изучаемой. Следующее. И как у вееспектрометр? Данный прибор применяется в основном для индификации полимерных материалов. Почему именно для них? Во-первых, он измеряет на гораздо большем количестве длин волн, чем УФ. Если в УФ спектроскопии нам необходим диод на каждую конкретную длину волны, то здесь за счет разности хода волн, я не буду вдаваться в технические подробности, он измеряет где-то на 2-3 тысячах разных длин волн. Все вещества у нас состоят из атомов и молекул, и в молекулах преобладают те либо иные длинные связи. В зависимости от этой длины связи, то либо иное вещество будет поглощать на разных длинных волн. И мы будем получать вот такой вот замечательный спектр в зависимости от длинной волны. И поверьте мне, он действительно индивидуален для каждого конкретного вещества. Чем более равномерно распределены вещества на поверхности, которую мы изучаем, тем лучше получится спектр, тем точнее мы узнаем молекулярную структуру того вещества, которое мы изучаем. Именно поэтому мы с большей вероятностью будем изучать полимеры с помощью данного метода. Как вы считаете, почему? Потому что они состоят из одного и другого полимера, то есть вещество доноритное единое. Да, то есть у нас на поверхности полимерных материалов полимерная сетка, которая состоит из одинаковых участков молекулярных. И высока однородность одних и тех же групп функциональных на поверхности. Соответственно, применяется также для количественного анализа, безусловно, для идентификации вещества и еще для идентификации структуры веществ. То есть если мы какой-нибудь сумасшедший химик-органик и постоянно занимаемся органическим синтезом различных веществ и зачастую не знаем, что же мы, собственно, наварили. Для того, чтобы определить, что же мы наварили, мы изучим это с помощью экофория. И вот эти характеристические пики будут соответствовать тем длинным связям, которые отвечают за наличие или отсутствие тех либо иных функциональных атомных групп. Например, гидроксогруппы OH или связь углерод-углерод, если мы изучаем органик. Следующее. Атомно-адсорбционная и атомно-эмиссионная спектроскопия. Вот эта вот таблица, она нам рассказывает о применимости различных методов эмиссионно-адсорбционной спектроскопии для изучения тех либо иных элементов. Соответственно, здесь у нас чувствительность по данной оси, а там по оси Y у нас количество элементов, которые мы можем с помощью этого изучить. Соответственно, PPT и PPM, part pair million, соответственно, одна часть на миллион, то есть одна молекула на миллион, и PPT это одна молекула на миллиард молекул расклоризма. Графитовая, кювета и ICP, то есть индуктивно связанная плазма с масс-спектрометрией, обладают наибольшей чувствительностью. Другие методы, которые мы тоже с вами сейчас чуть ниже рассмотрим, обладают чувствительностью MIR. Соответственно, чем отличаются спектры испускания от спектров поглощения? Соответственно, спектр испускания это то, что излучает молекула при ее деструкции, в данном случае при деструкции ее в аргоновой плазме. А спектр поглощения это то, что поглощает молекулу во время того же самого термического разложения. Здесь представлена схема стандартного эмиссионного ICP-спектрометра. У нас есть аргоновая плазма, через которую пропускается раствор растворенного вещества. Допустим, не так давно мы анализировали с помощью такого спектрометра метеорит. Растворив его об азотной кислоте, зная точно в граммах навеску этого метеорита, мы пропускаем раствор через индуктино-связанную плазму, и различные элементы на различных длинных волн светятся в этой аргоновой плазме. У нас есть два участка, где снимается этот спектр. Это аксиальный и радиальный. То есть, если у нас элементы большой концентрации, либо они излучают очень хорошо, то используется радиальный детектор, который смотрит сбоку на эту плазму. А если элементы, допустим, в этом метеорите мы нашли уран, находятся в сверхнизких концентрациях, то нам нужен аксиальный детектор, который смотрит на это пламя как бы сверху. Вот то, о чем я говорил, основа всей аналитической химии, градуировочный график. То есть, у нас есть прибор, который измеряет какой-то физический показатель, будь то излучение, или теплопроводность, или масса. Нам необходимо перевести этот отклик, точнее, узнать зависимость этого отклика прибора от концентрации веществ. Затем мы сможем с помощью данного прибора, который уже отградуирован, изучать неизвестные концентрации с помощью данной кривой. Это элементы, которые способны изучить атомно-эмиссионную спектроскопию с индуктивно связанной плазмой. Как видите, это не вся таблица Меделеева, но, тем не менее, металлы с очень высокой чувствительностью эта спектроскопия обнаруживает. Атомно-эмиссионная спектроскопия отличается от эмиссионной тем, что, во-первых, она медленнее, она не снимает сразу большое количество длин волок. Она снимает обычно по одной-две длины волны. У нас есть кювета, где происходит ионизация, также либо в плазме. А что такое плазма? Это еще на состоянии вещества, то есть газообразная, жидкая, твердая и плазма. То есть суперсостояние такое. Это поток ионов, соответственно, ионизация в пламени. Пламя – это плазма. То есть там вещества существуют не в виде атомов и молекул, а в виде ион. Соответственно, у нас есть лампа, которая светит на эту плазму, и фотоприемник. В зависимости от того, что в эту плазму попадает, будет по-разному поглощать это излучение. Это менее удобно, нежели чем постоянный детектор в эмиссионной тероскопии. Но, тем не менее, гораздо более дешевле, потому что применяется, если в атомно-эмиссионной применяется аргоновая плазма, и расход аргона в районе 40 литров в минуту, то есть где-то такой вот большой 40-литровый баллон с аргоном у нас уходит за один рабочий день данного прибора. То есть здесь сселеновая горелка, которая работает примерно так же, как у нас газовая плита дома работает, и этого баллона с сселеном хватит на долг. Более того, для того, чтобы... Следующий слайд. И еще следующий. Вот это так, собственно, выглядит у нас замечательная лампа, которая там используется. То есть это не совсем те лампы, которые используются для освещения. Это высокоточные лампы с особыми катодами, которые излучают на конкретных длинных волн. Кстати, белое излучение — это у нас какие длинные волн? Ну, все. Все. Вот. Для того, чтобы еще облегчить жизнь химикам и аналитикам, ученые изобрели графитовые кюветы для данного метода. Ну, вот, собственно, так они выглядят. Это трубка из графита диаметром около 7 мм и длиной около 20 мм. Вот это вот отверстие, оно существует для того, чтобы мы могли ввести пробу. Затем установить между электродами данную кювету. Подается бешеное напряжение. Графит проводит электричество, не проводит? Проводит. Самый лучший водник. Ну, не самый лучший, но из не металлов один из самых лучших. Соответственно, графит проводит электричество, а при пропускании электричества через проводник у нас выделяется тепло. Период раскаляется до 3000 градусов, происходит как раз образование плазмы, и через нее светит наша прекрасная лампа на определенных длинных волнах. Ну, вот, собственно, перед переходом к массовой терметрии хотелось бы рассказать про применение данных методов. Где это используется? Все водоперекачивающие компании, допустим, Самара, Водоканал, в общем, данные приборы отвечают за то, что мы пьем. И ведь на самом деле вода, которая поступает на квартиры, она изучается не только на биологическую активность, то есть нет ли там холеры или есть, но еще и на различное содержание тех либо иных минералов. Магний, кальций и прочее. Если есть превышение по данным элементам, то отравиться этой водой можно не хуже, нежели чем водой из болота. И для каждого, между прочим, элементный состав воды, который он потребляет пищей или для личной гигиены, он, безусловно, индивидуален. Если, допустим, вы завтра полетите в Австралию и будете там принимать душ, то с вероятностью процентов 80 у вас возникнуто огромное количество дерматитов, поскольку состав воды в Австралии, он несколько другой, элементный состав. Понятное дело, что соединение H2O, но вот микроконцентрация тех самых элементов, которые позволяют определять вышеозвученные приборы, она будет другой. Самым распространенным, самым дорогим и самым информативным видом спектрометрии, существующим на данный момент на нашей планете, является масса спектрометрии. Именно с помощью данных детекторов впервые был открыт гелий на Солнце, ой, не гелий, с помощью спектральных методов, которые я озвучил, а впервые были открыты спектры азота, кислорода. Данные приборы представляют из себя следующее. У нас есть источник ионизации, который является катодом, и анод расположен на детектирующем устройстве, а также магмин. Вещества попадают в эту прекрасную трубку маскоптерометра, ионизируются, превращаются в ионы. Ионы частицы заряжены, и они под действием электрического поля, от которых аноды непосредственно начинают передвигаться. Вот это время передвижения, которое у нас засекается, и будет характеризовать те либо иные ионы. Оно будет всегда одним и тем же для тех же самых ион. Масс-спектрометрия показывает соотношение массы частиц к ее заряду. А для чего же здесь, собственно, магнит? В зависимости от того, что мы хотим изучить, допустим, у нас есть сложная смесь из 150 миллионов веществ, а нас интересует одно, которое отвечает за употребление каннабиса. Мы настраиваем наш масс-спектрометр таким образом, чтобы все остальные вещества отделились либо вправо, либо влево, ион, отвечающий за наличие в биологической жидкости каннабиса, попал на детектор, и мы точно узнали, употреблял. Человек последние два месяца данное вещество или не употреблял. Собственно, применяется для идентификации веществ, безусловно, для химического анализа, элементного анализа. То, о чем пишут все наши прекрасные археологи, это радиоизотопный анализ углерода, датировка, также с помощью масс-фетеринг-3, поскольку данный метод позволяет не только разделять какие-то молекулярные ионы, но и атомы по весу, то есть углерод С-14, углерод С-12. Соответственно, так выглядит масс-спектр. Это характерная диаграмма с распределением ионов по соотношению массы к зарядам. Ну и то, чем непосредственно я занимаюсь, и занимаюсь уже не как химико-аналитикой, еще и как разработчик, это газовая и жидкостная хроматограмма. Это третий по популярности аналитический метод после взвешивания гравиметрии и после объемных методов измерения объема с помощью бюреток и прочего. В 1903 году она была открыта нашим соотечественникам. Видите, у него такой невеселый вид, несмотря на то, что за его открытие в дальнейшем американцам дали Нобелевскую премию, хотя, возможно, именно поэтому у него вид невеселый. Но, помимо всего прочего, он еще был болен туберкулезом, что, наверное, настроение ему не прибавляло. Именно, по легенде, во время возлежания в туберкулезном диспансере он, собственно, и открыл эффект хроматографического разделения веществ. Была весна, соответственно, с крыш капала вода, ну и что-то в туберкулезном диспансере не починили крышу. И по стене побеленной, тогда в основном краски-то особо не применялись, в начале 20-го века была побелка, поползло пятно воды, и он заметил то, что пятно, которое представляло из себя монолит, на высоте к низу разделилось на зоны коричневая, желтая, чуть покоричневее. И он пришел в лабораторию и повторил это уже в ней. Налил трубку мелом, смочил ее бензолом, после этого смочил край трубки соком растения и начал пропускать тот же самый бензол. И, о чудо, сок растения, который считался одним веществом, разделился на такую характерную для хроматографии радужную картинку. То есть смесь у нас разделилась на зоны чистых компонентов. Ну, он это благополучно опубликовал, ему не поверили, а он потом, ближе к революции, скончался. Но, тем не менее, его работы были замечены американскими учеными, которые благополучно за нее получили, Нобелевскую премию получили. Они ее за то, что изобрели тонкослойную хроматографию. Берется лист фильтровальной бумаги, заданный користостью, смачивается тем либо иным химическим веществом. Что такое капиллярный эффект, кто-нибудь припоминает? Соответственно, если мы бумагу в жидкость опустим, у нас под действием капиллярных сил оно начнет подниматься. Смачиваем бумагу в начале исследуемой пробой. Ну и, собственно, поднимаясь по капиллярам, жидкость-распоритель приведет как раз к тому же самому эффекту, что и бензол, поднимающий под действием силы гравитации. То есть у нас разделится смесь веществ. Вот они Нобелевскую премию за эту прекрасную емкость с бумажкой получили. Кстати говоря, ДНК-анализ до сих пор также делается с помощью бумажки. Ну и большинство анализов в фарминдустрии делаются с помощью бумажной или тонкослойной хроматографии. Ну и вот за эти 115 лет приборы эволюционировали вот в такие вот агрегаты. Это кубики со стороной где-то полметра, которые весит 40 килограмм, обладают огромным количеством каких-то сверххарактерических. Именно о них мы сегодня поговорим. Собственно, то, чем занимался цвет, низкоэффективная выписанная хроматография с колонками, до сих пор живет, и любой химик-органик скажет вам, что изготовление таких колонн для него – это, пожалуй, одно из самых главных. Потому что недостаточно синтезировать вещество, нам надо его еще очистить. Ну, допустим, у нас, если мы говорим про фармацевтику, мы можем поговорить с вами про оптические замеры. Это трудно разделимый замер. Обычно в органической химии разделяют вещества на основе температуры в кипении. То есть мы включаем температуру, сначала у нас отделяются легко кипящие вещества, а тяжело кипящие остаются сосуды. Не все так можно разделить. Допустим, оптические замеры кипят при одной и той же температуре. По поводу значимости, есть такой прекрасный препарат для восстановления печени. Ну, так вот, один оптический замер восстанавливает печень, а другой вызывает слепоту. Если эти вещества не разделить, то можно серьезно пострадать при употреблении фармпрепаратов. Ну, собственно, для этого используется низкоэффективная жидкостная хоматография. То есть трубка, заполненная порошком, на которой нанесен специальный химический реагент, который обладает селективностью к тому либо иному веществу. Мы пропускаем жидкость и продавливаем ее растворителем через эту колонну. И жидкость, которая состояла из нескольких веществ, будет выходить из этой колонны по фракциям. То есть, допустим, нас интересует один компонент. Мы краник открыли, отлили его в колпочку, а все остальное промыли и вылили. Ну, не в раку, но лучше слив выливать, конечно, а то можно потравить людей. Следующее. То есть у нас хроматография применяется еще и для разделения веществ физического. То есть практически все лекарства, которые мы с вами употребляем, они очищены с помощью различных хроматографических колонн. Вот так выглядит схема аналитического уже прибора. Это высокоэффективный жидкостный хроматограф. Там используется та же самая колонка, вот только порошок в ней очень-очень мелкодисперсный. Три микрона, среднее распределение частиц, которым заполнена эта прекрасная колонка. Для того, чтобы пропихнуть жидкость через подобную колонку, нам необходимо создать давление в 200 атмосфер. Кто-нибудь представляет себе, что такое 200 атмосфер? Вот, допустим, большие масляные насосы, обеспечивающие поднятие сверхтяжелых грузов. Там периодически используется давление на поршни в 200 атмосфер. И на одной из рекламных выставок, где были представлены такие насосы, инженер, соответственно, у него насос давления не набирал, что-то у него было там 115, а надо было бы 200 дотянуть. И он решил махануть рукой над своим прекрасным компрессором. А там просто течь была, трещина в металле, видимо, при интернат-портировке что-то пошло не так. И из этой трещины, собственно, било масло, глазом это не видно, но под таким давлением, что ему отрезало несколько пальцев на руке. И это было, собственно, давление ниже, нежели, чем используется здесь. Вот, соответственно, насос, узел ввода пробы, который позволяет микроскопическое количество проб ввести в хроматографическую колонку, и детектор, который регистрирует разделенные смеси компонентов. Вот схема насоса. Это плунжерный насос, фактически вращающееся колесо, которое толкает поршень и мембраны. Обычно используют два насоса для того, чтобы не было перепада давления. То есть они работают в противофазу, и поток постоянный. Это схема инжектора. В одном положении мы омываем петлю, исследуем промы, а в другой она благополучно поступает уже в хроматографическую колонку. Колонка сама. Это микроструктура тех порошков, которыми эти колонки заполнены. В зависимости от того, какую функциональную группу мы пришьем к этой поверхности, но, понятное дело, не никому, а химическим образом, у нас колонки будут проявлять селективность к тем, либо другим веществам. В зависимости от того, какой растворитель мы используем, мы сможем разделять различные вещества. Здесь представлено в зависимости от состава элюента то, как будут выходить вещества из хроматографической колонки. Давайте посмотрим на эти прекрасные графики, которые особо не информативны. Соответственно, у нас идет через детектор, там, где этот спад, чистый элюент, чистый растворитель. И вот эти пики отвечают за выход тех, либо иных веществ. Вещества после ввода всегда будут выходить в одно и то же время. А вот площадь под этими треугольниками отвечает за их концентрацию в смеси. То есть, время удерживания определяет, что это за вещество, а сколько этого вещества в смеси определяет площадь под этим треугольником. Это для газовой хроматографии. Соответственно, то, что происходит непосредственно в порошке. Газовая хроматография от жидкостной отличается тем, что проталкивает в жидкостной хроматографии у нас жидкость, а в газовой хроматографии у нас движущая сила является газ. Так выглядят современные хроматографические колонки для анализа веществ. Это тонкий плавленный капилляр. Сверху он покрыт полиэмидом. Кварц довольно-таки ломкая штука. Именно за этим полиэмидом он и покрыт. И внутренние стенки покрыты непосредственно полимерной пленкой, которая обладает селективностью тем веществам, которые мы разделяем. И длина таких колонок до 150 метров, а внутренний диаметр от 0,1 до 0,5 метров. За счет растворения в полимере, который нанесен на внутреннюю стенку, у нас происходит разделение веществ. То есть, по-понятному, вещества цепляются с различной силой за поверхность этого полимера. Ну, представьте, у нас есть пробка из смеси веществ. Допустим, водка. Мы ее ввели, и она полетела по этой трубке. Вот молекулы метанола будут практически не цепляться за эти стенки. А вот пентанола, то есть более тяжело кипящих спиртов, будут удерживаться на ней. И у нас вот первым вылетит метанол, за ним этанол, и вот мы получим характерную хроматограмму именно для данного прекрасного напитка. Это эволюция хроматографических колонок. Сейчас, безусловно, используются колонки из плаванного кварца, но все мы свидетели того, что за последние 20-летия у нас широко в массы шагнули мемс-технологии. Что такое мемс-ку? Не ку? Не ку. Микроэлектромеханические системы, которые находятся у каждого либо в сумке, либо в кармане. Это наши прекрасные компьютеры, мобильные телефоны. Вот. И если раньше аналитические приборы представляли из себя огромные шкафы за счет применения ламповых транзисторов, детекторов, дифрешетка, это вообще было целое искусство, практически как меч-катана. То теперь все за нас делают замечательные машины, ну и эта доля не минула и газовую хроматографию. Сейчас разделительные системы и каталитические системы делают с помощью мемс-технологий, то есть плазмохимического травления, химического травления, где роль человека не важна, тут человек будет продавать. Вот. Ну, это то, что мы делаем на кафедре сами. Сейчас мы, кстати говоря, на кафедре химии, хотя в завершении я себя порекламирую, безусловно. Вот. Это вот анализ природного газа, то, где это применяется. То есть, безусловно, не... Вот, чтобы не соврать, у меня товарищи работают в фирме Эджелент. Это фирма, у которой за 2017 год выручка была 2,4 миллиарда долларов. И они занимаются в основном как раз в России поставкой аналитического оборудования. Он летал в Монголию на узел газоперекачивающий. Там хроматограф не работал. День простой этой газоперекачивающей станции стоил миллион долларов. Вот. Вот. Вот именно вот эта вот хроматограмма их интересовала, а она не получалась. Вот. Ну и простаивала она дней 15, пока он прилетел там из Америки и, собственно, все устранил. Поэтому газовая хроматография на данный момент является арбитражным методом, то есть методом валидирующим, можно продавать или не можно, и можно перекачивать или нельзя для нефти и для газа. Соответственно, это вот... у нас хроматограф и хроматограмма анализа жирных кислот. Кто-нибудь знает, что такое жирные кислоты? В названии жирные. Вот прям есть минифиговая подсказка. Который и в пище можно объявить? И в пище, и вот у нас... И как раз... Биологического происхождения имеется в виду, да? Да. Биологического или растительного. Ну, и из примеров вот такого анализа, у нас, допустим, сейчас везде, во всех магазинах, сливочное масло лежит. Ну, только вот оно на 40% не сливочное, оно на 40% пальмитиновое. Ну, это хорошо, если не поддельное, тогда на 40%, а если поддельное, на все 99% остальное вода. Вот, собственно, для того, чтобы определять примесь этого пальмитинового масла в этом масле, либо в мороженом, кстати говоря, используется как раз хроматограф, который анализирует это на жирные кислоты. Вот, собственно, спасибо за внимание. Лекция моя практически окончена. Я немного порекламирую нашу кафедру, работаю на кафедре химии Самарского университета. И все анализы и все примеры, которые я сегодня приводил, как и все оборудование, про которое я рассказывал, у нас, собственно, имеется. Мы, ну, оно не просто имеется, но оно еще и работает. Практически все примеры по аналитической химии, это из личного опыта. Я являюсь экспертом в Центре противопожарной экспертизы МЧС, работаю в Самарводоканале, ну и во многих других предприятиях, которые связаны с химическим производством и с экологическим мониторингом. Также мы работаем с археологами, изучаем археологические артефакты, начиная от бронзы и металла и заканчивая керамикой, которой 8-9 тысяч лет, что же тогда кушали люди и как они эту керамику изготавливали. Ну, собственно, на этом, пожалуй, я закончу. Спасибо за внимание. Буду счастлив ответить на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...